Три месяца с Pixel 8 Pro. Сегодня много опыта, впечатлений, фишек, про которые на других каналах не рассказали, и, конечно же, глюков. А еще расскажу про технологию, которая разделила эпоху смартфонов на до и после. Это режим съемки Video Boost, и объясню почему, а также сравню с iPhone. Протестируем нейромодель Gemini, которую запустил Google, она уже работает на этом смартфоне, посмотрим на жирнейший фичер-апдейт, прилетевший в декабре. И да, вспомним все фишки, которые Google обещал на презентации, но до сих пор не запустил. Бывает. В общем, как старые добрые, с вами Борис Веденский и опыт с новым Pixel. Вы смотрите Droider. Будет интересно. Погнали. И начну не с корпуса и царапинок, хотя про это тоже будет, а с камерой. Все-таки это, как ни крути, главная фишка смартфонов Pixel, последние сколько лет они существуют, и в этом году, кажется, произошло что-то важное. Ну, в смысле, в течение последнего года. Это анонс функции под названием Video Boost. Что это такое? Алды помнят, что смартфоны Pixel так хорошо фотографируют, потому что в них используется одна хитренькая технология, которая изначально называлась HDR+. Ее запустили еще в самом первом смартфоне линейке, она даже была в предыдущих смартфонах от Google, которые назывались Nexus. Ну, точнее, ее прототип, скажем. Если упростить, эта технология склеивает несколько снимков разной яркости, и в итоге получается высокодетализированная, очень качественная фотка. Причем это настолько важная и краеугольная технология, что ее разработал прям настоящий ученый. Его зовут Марк Левой, и у него даже есть научная статья про это. А у нас есть про это отдельный ролик, можете посмотреть, он правда интересный. Так вот, теперь Google хочет сделать такую же революцию, только с видео. Вдумайтесь, ролик, который вы сейчас смотрите, имеет 30 FPS, то есть 30 кадров в секунду. И каждый из этих кадров Google хочет получать, склеивая десяток других. Амбициозненько звучит, да? Но проблема в том, что мощности смартфона пока для такой операции недостаточно. Поэтому как все работает? Вы снимаете видео, оно автоматически загружается в облака Google, видео обрабатывается с помощью этих алгоритмов, и вы получаете уведомление о том, что готов новый ролик. Теперь в смартфоне два ролика, исходный и обработанный технологией Video Boost. Такая магия. И тут вы спросите, а есть ли от этого какой-то эффект? О, да, отвечу я. Но есть один нюанс. Вот смотрите пример. Технологию Video Boost абсолютно нет смысла использовать при хорошем освещении. Разницы практически нет, кроме измененных цветов. Лучше всего Video Boost справляется в сложных условиях. Либо когда просто темно, либо когда есть контрсвет. И, соответственно, есть какие-то другие участки, которые более темные, другие более яркие. Причем интересно, видно, что Google боится уронить свои сервера от того, что люди начнут массово загружать ролики на обработку. Из-за этого, во-первых, вы не можете включить эту функцию для съемки видео по умолчанию. Нужно зайти в настройки и нажать, и потом снимать видео. Если закроете камеру, нужно ее активировать заново. Также есть лимит на длину. На данный момент это 8 минут 18 секунд. Может потом увеличить. Но при этом обработка происходит достаточно быстро, около пары часов. То есть вы сняли днем ролик, вечером уже можете посмотреть его в улучшенном качестве. Что же конкретно делает Video Boost? Я выделил три ключевые вещи. Во-первых, это очень сильное уменьшение шумов и улучшение детализации в тенях. Это, наверное, самая главная и заметная штука. Второе, это изменение цветов. В целом все становится более насыщенным и иногда реально меняет цвет. Например, это видно на закате. И я бы не сказал, что это хорошо. Еще бывает, что лицо может стать более красным, чем в реальности. Но это, наверное, вопрос баланса белого. И третье, это съемка темных сцен, где, в принципе, мало света. И тогда можно сделать объекты более видимыми и, опять-таки, уменьшить шумы. Тоже круто. Кстати, еще при тестах заметил вот такой интересный глич. Еще интересно, как реализован сам процесс. Я заметил несколько любопытных деталей во время съемки в режиме Video Boost. Во-первых, вы можете снимать только в разрешении 4К. Но, что интересно, само исходное видео имеет разрешение 1080p. Откуда же берется повышенное разрешение? Ну, помимо того, что нейросети могут поднять разрешение, есть второй важный момент. Оказывается, смартфон снимает два видео одновременно. Одно на основную камеру, второе на ультраширик. И отправляет их в облако. Причем в приложении фото вы видите только одно. И, видимо, обработка кадров из этих двух роликов и дает итоговый результат. И тут возникает вопрос. А что, действительно, пиксели теперь научились снимать видео лучше, чем айфоны? Которые, вроде как, считаются королями мобильного видео. И причем именно с новым айфоном 15 Pro сравнивали съемку на новый пиксель во время презентации. И здесь ответ тоже. И да, и нет. Давайте сравним съемку с айфон 15 Pro. И вот смотрите, что происходит. Тоже в непростых условиях, против окна. Сложное искусственное освещение. Оба видео в 4К. И что здесь видно? Ну, я бы сказал, что в плане деталей видео-буст действительно скорее кладет айфон на лопатки, чем нет. На лице, снятом на пиксель, видно очень много деталей, а айфон скорее превращает это в такой немного однородный блин. Хотя и с приятным оттенком кожи, надо сказать. Сложно назвать однозначного победителя, но в той зоне, на которой мы рассчитывали, улучшение детализации, видео-буст сработал здорово. Что в итоге, мне кажется, важно сказать по поводу технологии видео-буст. Ну, с точки зрения пользователя, согласен. Пока это скорее такая спорная штука, дополнительный бонус, нужно не забыть ее включить, это самое главное. Но при этом мы же помним, что основная фишка процессоров Tensor, которые Google ставит в свои смартфоны, это нейросетевые вычисления. И кажется, сейчас наконец мы начали понимать, к чему Google ведет и зачем этот акцент нужен был. Видео-буст это пример того, какие мощные заметные вещи нейросеть может делать с видео с медиаконтентом. И да, пока это работает в облаках, но мы знаем, что нейросетевые модели это такие вещи, которые можно ужимать и оптимизировать. И не исключено, что через год-два Google попробует что-то подобное запихнуть уже на само устройство. Почему нет? Но сейчас эта штука действительно скорее работает в режиме песочности, хотя иногда очень полезной. Мне кажется, эта часть уже тянет на отдельный ролик или разбор, так что не пожалейте лайк, подписки и колокольчик нажать. Нам приятно, вам конвент, а это еще только начало. Друзья, как вы думаете, что общего у Steam Deck'а, электробритвы и автоматической кофемашины? Нет, это не начало кринжового анекдота. Просто все эти товары можно супервыгодно купить на маркетплейсе Mega Market. Там собраны товары на любые случаи жизни, от продуктов питания и ювелирных украшений до всевозможных гаджетов. Но самое клевое, что у маркетплейса все время появляются выгодные предложения. Например, до конца января действует повышенный кэшбэк до 50% бонусами Сберспасибо на электронику и бытовую технику. Как это работает? Все просто. После того, как вы совершите покупку, полученными бонусами можно оплатить до 99% от стоимости следующей. Например, заказываете себе ноут и умную колонку за 38 990 рублей и получаете 17 156 бонусов Сберспасибо. Но если и этого мало, то по промокоду ZIMATECHNICA можно получить скидку в 3000 рублей на первый заказ от 10 000 рублей. Получается эдакая матрешка. Любая ваша покупка на мегамаркете приводит к дополнительной выгоде. Кстати, доставка бесплатная, а курьера можно вызвать по клику. В общем, вы поняли. Скорее переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код на экране и начинайте покупать выгодно. Ну а мы поехали дальше. Другая вещь, которая сходу понравилась, это дизайн. Наконец, гугл как будто собрался и допилил внешний вид устройства. Во-первых, экран стал плоским, конец. Во-вторых, глазок камеры объединили, тоже как-то более едино смотрится. Ну и матовый голубой цвет. Честно говоря, это цвет, который я давно ждал от смартфонов. Даже не уверен, что через год буду менять на девятый, если он будет другого цвета. Я ношу смартфон без чехла и царапается он по-прежнему. Очень хорошо царапается. Надо гуглу отдать должное. Все кодки на месте, хотя и заметно меньше, чем в прошлогоднем 7 Pro. Еще одна вещь, которую со временем заметил, то, что смартфон редко нагревается. Хотя у андроидов, в моем опыте это часто бывает, причем даже в приложении YouTube. Мне стало интересно, почему. Стал смотреть разборы. И кажется, гугл в этот раз особенно сильно угорели по охлаждающим элементам внутри корпуса. Вот смотрите, это основная охлаждающая пленка. Она служит для распределения нагрева по корпусу и заднему стеклу. И покрывает много чего. И еще одна пленка есть со стороны экрана. Вот так выглядит она. И все это помогает охлаждать новый процессор Tensor G3. Смартфон действительно плавный. Все летает, как всегда. И в этом году меня даже порадовала батарейка. Ну, скажем так, она как бы средняя. Ты не ожидаешь здесь мега долгого времени жизни, как в айфонах Pro Max. Но спокойные 5-6 часов экранного времени мне телефон дает. И до вечера мне его хватает. Еще из интересного. Вот, знакомься, это основная внутренняя рамка. И, оказывается, она нужна не только для того, чтобы к ней крепить материнскую плату и другие чипы. Но и для того, чтобы проводить вибрацию от вибромоторчика. Чтобы все это вибро ощущалось более солидно и едино. Другой интересный факт касается антенны 5G. Она здесь реализована не в виде плоской панельки, а загнутой 90 градусов. Это нужно для того, чтобы волны ловились в разные стороны, в разные направления. Что важно для 5G связи, потому что ей труднее проникать в труднодоступные места. Ну и приятное внимание к деталям. Внутренняя резиновая прокладка для влагозащиты вокруг разъема зарядки. Тоже такого нежного голубого цвета. Еще порадовало, что Google пытается наращивать экологичность своих продуктов. В частности, это четвертый их смартфон, который сделан из переработанного алюминия. А в упаковке отсутствует пластик. Лайк от зеленых. И, конечно, я не могу не сделать акцент на самые бесполезные вещи в этом смартфоне. Это термометр. Да, на полном серьезе Google, да они даже на презентации сказали. Вау, смотрите, у нас в телефоне есть термометр. Интересно, что даже если посмотреть промо сайт телефона, видно, что Google даже не смогли придумать хоть три каких-то массовых применения для этого датчика. Вот смотрите, самое лучшее, что они придумали, это проверять температуру детской смеси. Вот такая частотная задача. Как бы для этого нужно вставить датчик в смартфон. У меня, если что, есть ребенок, я знаю, что смартфон для этого не нужен. Кстати, вот так этот датчик выглядит изнутри. Вообще, принцип основан на измерении инфракрасного излучения. И есть даже фирменное приложение, для точного измерения вам нужно выбрать, на какую поверхность вы смотрите, и также держать телефон на уровне 5 сантиметров. Ну, не знаю, можно поверхность кожи померить. Это вам ничего не даст, но можно. Но вообще, почему я хотел на этом остановиться, мне кажется, что этот датчик, это самое лакомое место для спекуляций и теорий заговора в смартфоне. Потому что, ну, очевидно, что вставлять такую функцию в смартфон, это достаточно бредовая идея. Поэтому возникает вопрос, а зачем они это сделали? И тут можно пофантазировать. Ну, как есть версия. Либо они хотели вставить какой-то другой датчик, но не смогли, осталось место, решили, ну, пусть будет. Либо у этого инфракрасного сенсора какая-то другая задача, и он должен собирать, или уже собирает, какую-то другую информацию. Подумайте об этом. Также я хочу сказать спасибо за подгон устройства нашим друзьям из магазина TechnoDeus. У них есть не только Pixel и не только iPhone, но много другой техники, с классными ценами и годовой гарантией. Есть доставка по всей России, а по промокоду DROIDER будет скидка при покупке. Заходите, посмотрите по ссылке в описании. Кстати, мы сейчас совместно с TechnoDeus разыграем iPhone 15, все подробности в закрепленном комментарии, не упустите шанс. Теперь поговорим про камеры. Почему? Да потому что кроме видеобуст там еще много чего важного. Во-первых, обновили сами сенсоры. Основными 50 мегапикселей, ультраширик на 48, и телескоп зум тоже на 48. Кстати, зумит он очень круто. Из важного. Видео можно записывать с макрофокусом или записывать таймлэпс в ночном режиме. Также можно сохранять фотки в нативном разрешении 50 мегапикселей. Что мне особенно понравилось, это фишка звуковой ластик при съемке видео. Вы можете снять ролик в шумном месте, потом нажать убрать шумы, и просто будет хорошо слышно вашего собеседника. Каждый охотник желает знать, где сидит фазар. Каждый охотник желает знать, где сидит фазар. Вау, это просто работает. И интересно, что в блоке камеры есть еще кое-что, о чем Google не рассказал. Это отдельный сенсор освещения, который используется для цветокоррекции. Причем интересно, как он устроен. Смотрите, там есть куча разных диодов, датчиков, которые срабатывают в зависимости от того, какой длины волны свет на них попадет. Говоря по-простому, они понимают, какого цвета на них свет попадает, и в зависимости от этого подстраивают баланс белого на фотографии. Порадовалось, что наконец прокачали фронталку. У нее теперь автофокус, и можно сидеть и разглядывать детали на селфи-камере. И много классных новшеств в приложении Google Фото и редакторе. Во-первых, сразу сияет новый дисплей. Google его называет Actua Display с пиковой яркостью до 2400 нит. И это видно, потому что завезли HDR-режим просмотра фоток, и они становятся очень яркими. Что-то похожее есть на айфоне, особенно заметно, когда переключаешь в конкретную фотку из списка. Прокачанный ластик научился удалять более сложные объекты, вроде автомобилей или людей. И еще появился новый режим искусственного интеллекта. Можно делать такой мини-фотошоп, кого-нибудь подвинуть, увеличить, подбросить. Работает, но зачем это нужно, не очень понятно. Зато в фотографиях появилась функция баланс света. Она очень смягчает свет, практически убирает все тени. И не знаю, насколько люди будут этим пользоваться, но как реализовано, по-моему, это круто. Ну и самая криповая фишка — идеальное групповое фото. Вы можете изменять выражение лиц людей на фотке. Слава богу, Google их не придумывает, а берет из других дублей. В общем, вы можете из разных дублей составить идеальное групповое селфи. В целом занятно, но иногда это палится из-за позы человека. И в целом я скорее противник таких уже грубых вмешательств в фотографию. Теперь софт. Самое важное — это 7 лет поддержки софта. Да, что круто, впервые у Pixel, и я не знаю, я на 7 месяцев-то не планирую быть, кто планирует. А в рубрике «Мобильные операционки никогда не копируют фишки друг у друга» у нас сегодня настройка экрана блокировки. Можно менять шрифты и внешний вид часов, но из полезного можно настраивать иконки быстрого запуска. Я вот поставил камеру и фонарик. Еще появилась функция Repair Mode. Это, кстати, очень полезно, потому что, ну, может, у вас бывало или у знакомых, что сдаете смартфон в ремонт, и там всегда просят пароль от вашего смартфона. И, блин, какая-то странная ситуация. С одной стороны, хочется, чтобы смартфон починили, с другой стороны, не хочется, чтобы читали ваши переписки и фотки. А в режиме Repair Mode смартфон будет работать, но ваши нюцы никто не увидит. Удобно. Еще можно генерировать обои при помощи искусственного интеллекта. И, с одной стороны, ну, вроде как ерунда, в целом видно, что это загенерированные обои. С другой стороны, это забавная игрушка, можно просто потыкать. А, во-вторых, мне понравился сам интерфейс, как Google отреализовал. Тебе не нужно писать запрос или промпт целиком, просто выбираешь между несколькими опциями. А дальше нейронки творят магию. В принципе, интересная попытка выстроить какой-то более удобный интерфейс взаимодействия с нейросетями. И, конечно, в копилку бессмысленной фигни фирменное приложение Loop. Кажется, его тоже показывали на презентации. Можно делать приближение аж до 30x и накладывать кислотные фильтры. Ладно, теперь к важным новостям без шуток. Недавно Google представил свой ответ в чат GPT. Это нейромодель, которая называется Gemini, если правильно читать. Или Gemini, если читать как хочется. И эта нейромодель реализована в трех вариантах. Ultra и Pro для облачных вычислений. И Nano для вычислений на мобильных устройствах. В частности, Gemini Nano уже работает на смартфонах Pixel 8 Pro. Ну, вернее как. Google говорит, что сейчас она используется в двух сценариях. Либо при составлении автоответов в чат-мессенджерах. Либо при создании summary в приложении диктовка. Звукозапись. Диктофон. Но и то, и другое, естественно, пока работает в ограниченном режиме. В основном для американского рынка. Но все же мне удалось запустить Gemini на этом смартфоне. Причем более мощную облачную версию Gemini Pro. Как, спросите вы. Оказывается, уже доступна API этой нейромодели для разработчиков. И ребята с канала Dev2Devs сделали свое тестовое простое приложение. Например, тут нейросеть подсказывает, какое блюдо можно приготовить из продуктов, изображенных на фотографии. И, как вы видите, функционирует. Кстати, у нас на канале есть отдельное видео про Gemini Gemini. Можете посмотреть. Это интересный разбор. И последнее большое событие в мире пикселей — это дроп новых фишек, он же FeatureDrop, который случился в декабре. Главным анонсом там был видеобуст, с которого мы начали. Но, кроме этого, было еще кое-что любопытное. Например, для менеджера паролей Google можно создать ярлык на рабочем столе. По сути, это превращается в такое маленькое отдельное мини-приложение. Еще смартфон теперь можно использовать как веб-камеру для вашего ноутбука. Причем вы можете переключать с какой камеры, и будет идти сигнал. Качество реально хорошее, намного лучше, чем вебки на большинстве ноутбуков. Но, сами понимаете, нужно придумать, куда это поставить, и достаточно геморройно. И вещь, которую лично я давно жду. Наконец, то самое приложение Dictafon пополняется новой подборкой языков. Причем подборка интересная. Там, например, помимо многих европейских языков, помимо русского, есть, обратите внимание, есть целых шесть языков из Индии, в Индии разговаривают на многих языках, и пять языков из Южной Африки. При этом выжимку из записанного и распознанного текста можно будет по-прежнему делать только на избранных языках английском и каких-то еще. Но проблема в том, что до сих пор это обновление почему-то не прилетело. И в целом у Google есть добрая традиция анонсировать какие-то вещи на свою презентацию осенью, а потом эти вещи просто не запускать или запускать очень поздно. И я выписал несколько видений. Вот, например, также функция Zoom Inthensor. Вы сможете приблизить уже снятую фотографию и улучшить качество. Не запущено. Или поддержка нейросети BART в Google Ассистенте. Также не запущено, хотя обещали. И там тоже куча языков, естественно, должно быть доступно сходу. Типичный Google. Такие дела. Хочется подвести итог, но что-то сказать. Смартфон классный, быстрый, суперздорово снимает. Инновационная функция Video Boost. Нереально интересно поэкспериментировать и попробовать в разных ситуациях. Дизайн, эргономика, внешний вид. Все в этот раз на высоте. Батарейка, ну, норм, сойдет. И, наверное, самая главная деталь, на которую стоит обратить внимание в этом смартфоне, это вот эти вот 7 лет поддержки софта. О чем это говорит? Мне кажется, это может означать то, что железо в смартфонах уже не будет так быстро наращивать производительность, как мы привыкли. И основные новшества будут происходить в области софта и нейросети. Это понимает Google и открыто об этом заявляет. Вот мы сейчас выпустим смартфон, новые фишки на него будем дропать целых 7 лет. И эти фишки будут оставаться актуальными. При этом главный упор, конечно, будет на нейросети, о чем нам говорит и запуск видеобуст. То есть это не только добротный смартфон, но и такая подсказка под бегинью от Google на будущее. Ну, можно так воспринять. В любом случае, спасибо, что посмотрели. С вами был Борис Веденский, это Droider и наш Pixel 8 Pro. Подписывайтесь, чтобы другие ролики не пропускать. И в них увидимся. До встречи.